В конференц-зале Духовно-административного центра Ташкентской епархии состоялась конференция, посвященная Дню православной книги. На мероприятии присутствовало духовенство, преподаватели, студенты и слушатели курса в Ташкентской православной духовной семинарии. Вступительным словом открыл конференцию глава Среднеазиатского митрополичного округа митрополит ташкентский узбекистанский Викентий. Это выступление задало тон всей встречи. Водока напомнил, что как первой книгой на Руси было Священное Писание, переведённое на славянский язык равноапостольными Кириллом и Мефодием, так и первым печатным изданием стала духовная книга «Апостол». И очень важен тот факт, что наши предки получали просвещение, читая книги Нового Завета. К сожалению, наше современное общество степит такую очень тяжёлую ситуацию, когда Священное Писание не является самой непосредственной книгой, которую нужно читать каждому христиану каждый день, хотя у нас есть и правила. Владыка призвал читать «Жития святых» и «Труды отцов церкви», откуда во все времена черпали духовную мудрость многие люди, в том числе и подвижники веры. Особенно актуальным это может стать тогда, когда рядом с человеком нет хорошего духовника, что, с сожалением, констатировал архипастырь, пока встречается часто. Как была отмечена, причина того, что чадо Русской Церкви в наши дни не особенно стремятся читать Священное Писание и духовную литературу, сложилась на фоне того, что в русскоязычной среде в последние годы люди стали меньше читать книги вообще. Святейший Патриарх Кирилл не раз высказывался о том, как важно возродить в обществе былую любовь к чтению. Поэтому в последние годы и появился такой праздник, как День Православной Книги, в рамках которого проводятся различные просветительские мероприятия, среди которых выставки, конкурсы, конференции и многое другое. Участники конференции в обсуждении затронули разные темы. Говорили о правильном прочтении книги «Апокалипсис», методике организации на приходах воскресных школ, современном состоянии, проблемах приходских библиотек. Кроме того, обсуждались актуальные вопросы современных православных средств массовой информации, приводились мысли святых отцов о пользе книг, пытались разобраться в причинах того, почему даже православные люди порой предпочитают духовному чтению, современное бездуховное чтиво. Конечно, нам нужно разбираться в современной жизни, в современной литературе и не вдаваться в искушение, соблазну тех, кто литературу, которые нам предлагают. Под разными очень красивыми названиями, хорошими обложками, хорошими библиотами и прекрасной бумагой. А там я обычно так, приманка пытаясь. Всего же на конференции прозвучало 18 докладов, с которыми выступили представители духовенства и сотрудники епархии, а также преподаватели и студенты духовной семинарии. Продолжение следует...